Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава второй книги Перлипоменен, она же книга Хроник, и мы читаем библейский перевод российского библейского общества для библейского портала Экзегет. Ну вот самое главное событие царствования Соломона, да и всей книги, начинается в этой главе. В первой главе этой книги мы прочитали, кто такой Соломон и что, собственно, ему нужно для строительства храма, мудрость и мудрость, в свою очередь, вследствие его отношений с Богом. А вот здесь его действия по замыслу его отца Давида. Соломон приказал построить храм для имени Господа и царский дворец. Вообще, царский дворец там уже был, Давидов царский дворец, но вот еще дополнительный, да, возможно, более пышный. Он назначил 70 тысяч носильщиков, 80 тысяч каменотесов, горных каменоломнях, и над ними поставил 3600 надзирателей. Дальше вот всякие эти хозяйственные подробности. То есть заодно это то, что строит храм, в общем-то, весь народ. Но понятно, что физически не все участвуют в строительстве, но это массовое событие. Соломон отправил послов к Хураму, царю Тира. Он был уже упомянут, и это один из таких главных партнеров и друзей царя Давида, чтобы передать ему следующее. «Прежде ты помогал моему отцу Давиду, отправляя ему кедровые бревна, из которых он построил себе дворец. А кедр — это ценная древесина, на Ливанских горах добывается. Теперь я строю храм для имени Господа моего Бога». Обратите внимание, храм для имени, да, дворец для царя, то есть царь там физически обитает, а в храме именно имя, то есть некоторое символическое присутствие. «Чтобы воскурять пред Ним благовоние, приносить регулярные хлебные приношения, совершать все сожжения утром и вечером, в субботы, на Волонии, в дни, назначенные Господом нашим Богом, как навеки заповеданный Израилем. Храм, который я начал строить, будет великим, ведь и Бог наш превосходит величием всех других богов. Но как же построить храм для Него, если небеса и даже небеса небес не могут вместить его? И кто я такой, чтобы строить для Него дом?» Странная фраза для дипломатической переписки. «Кто я такой? Разве так пишут? Я великий Соломон, сын великого Давида, царь великого Израиля». Но книга-то богословская, да, и она подчеркивает эту идею, что, да, человек совершает некоторые действия ради имени Бога, но Бог гораздо больше любых этих действий, построек, ритуалов, всего остального. То есть человек, скорее, свое отношение выражает, нежели, скажем так, Богу оказывает некоторую услугу, селит его в домики, да. «И кто я такой, чтобы строить для Него дом? Разве только то место, где Ему будут совершаться воскурения? То есть не сам дом, но место, где служение Ему будет происходить, потому что дом – это там, где Он живет. Поэтому пошли мне человека, который владеет искусством, работай по золоту, по серебру, по медиа и по железу, разбирайся в пурпурных, багряных и яхонтовых тканях, а веремесле и резчика, чтобы он присоединился к умельцам, которые есть у меня в Иудее и Иерусалиме, тем, которых назначил мой отец Давид». И Соломон совершенно не смущается тем, что его государство довольно-таки отсталое. Вот в прошлой главе мы читали, он закупает колесницы в Египте, коней в стране Куэя, вероятно, это Малая Азия, нынешняя Турция. Да и мастеров у него не хватает, он из тира их выписывает. Тоже ничего страшного, не нужно все время говорить «мы всех круче, с нами Бог», вот это то, что важно. А то, что где-то лучше мастера, где-то ресурсы, которых у нас нет, где-то там богаче, где-то продвинутье. Нормально это не в том счастье, чтобы быть самым-самым вот в рейтинге первым. Но дружить с ними надо, надо с ними как-то вот сотрудничать. Еще пошли мне с Ливанских гор, кедров, кипарисов и деревья фольгум. Что-то деревья мы не знаем, какие-то другие ценные деревья. Ведь я знаю, что среди твоих людей есть те, кто умеет рубить ливанский лес. А я добавлю к ним своих людей, чтобы заготовить множество древесины, ведь храм, который я начал строить, будет великим и чудесным. Твоим дровосякам, которые будут валить лес, я предоставлю 20 тысяч коров пшеницы, 20 тысяч коров ячменя, 20 тысяч батов вина и 12 тысяч батов оливкового масла. Ну, точные объемы мы не очень хорошо себе представляем, но там несколько миллионов литров зерна и масла там примерно полмиллиона литров. Ну, непонятно на какой срок, скажем, в год или... Вообще это общий объем поставок. Неважно. То есть ресурсная держава, держава, да, вот у нее, кроме сельскохозяйственной продукции, в общем-то, нечего предложить богатым и продвинутым соседям. Надо же, тоже ничего страшного. Хурам царь-тир ответил Соломону в письме. По любви к своему народу Господь поставил себя царем над этим народом. А далее Хурам писал. Благословен Господь, Бог Израиля, создавший небо и землю. О, как он уже, может быть, из одной только вежливости, но признает единого Бога. Но не поклоняется ему, и финикейцы так и остались язычниками. Даровавший царю Давиду мудрого сына, который обладает проницательностью и разумом, и который построит Господень храм и царский дворец. Почему же вот он так говорит? Только ли из вежливости? Даже если только, это все равно ценно. Да, то есть экстремизма тут не должно быть. Давайте всех завоюем, всех заставим верить нашего Бога, приносить ему жертвы. Это до добра не доводит. Если он хотя бы благословляет Бога и признает его творцом, это уже очень и очень важно и хорошо. Не нужно давить, не нужно навязываться. Я отправляю к тебе мудрого и сведущего человека, Хурам Ави. В царствах он, кстати, хирам, то есть немножко иначе называется. Но мало ли, не очень точно записали имена. Здесь много мелких расхождений с царствами. Кстати, объем поставок тоже не одинаковый. Ну, где цифры, там очень легко описаться, мы это знаем. Хурам Ави. Мать его происходит из племени Дана, отец житель Тира, то есть по происхождению наполовину зюльтянин. Он владеет искусством работы по золоту, по серебру, по меде и по железу. Разбирается в строительстве из камней и древесины, в пурпурных, яхонтовых, обогряных тканях и тонком льняном полотне. Во всевозможной резьбе и любой искусной работе, которая будет доверена ему. Он будет работать вместе с твоими умельцами, умелицами моего господина, царя Давида. Позылай твоим слугам пшеницу, ячмень, масло и вино, о которых ты, мой господин, говорил. А мы будем рубить на Ливанских горах деревья, какие тебе будут нужны, и сплавлять их в виде плотов по морю до Яфы, откуда ты сможешь перевозить их в Иерусалим. Ну, здесь даже такая технология поставки, очень логично, да, по суше вести бревна тяжело, а по морю их гораздо проще переправить до ближайшего порта, ближайший порт Яфа. До сих пор Яфа — это Тель-Авив и Яфа, это один город в современном Израиле. Ну, Тель-Авив, естественно, это новый город, в Библии его нет. Соломон провел перепись всех переселенцев, какие были в Израиле, как прежде сделал его отец Давид. Надо же! И ни слова против! Давид-то там целая история. А тут, но смотрите, их оказалось 153 600. Так. А почему так мало? Значит, это, наверное, не израильтяне. И, может быть, поэтому не вызывает это никаких возражений. Дальше. 70 тысяч из них он сделал насильщиками, 80 тысяч каменотесами в горных каменоломнях, а 3600 надзирателями, которые заставляли людей работать. То есть это не израильтяне, это какие-то другие племена, которые там живут. Может быть, остатки хананейского населения, может быть, переселились откуда-то еще. Гастарбайтеры. Вот их-то посчитать можно, потому что, да, они царевы, они его, грубо говоря, рабочие силы, он их направляет на строительство храма, а раз так, то ничего плохого в этом нет. Это не его похвальба, это не его каприз, это строительство того самого храма, ради которого все и затевается. В третьей главе рассказ о нем будет продолжен. Собственно, о строительстве даже начат. Собственно, о строительстве. Собственно, о строительстве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова